Добрый день, спасибо большое за возможность задать вопрос. Я бы хотела спросить, что очень резко, в коробстве, сейчас я меняла много деятельность, в которой мы не понесли денег. Зачем поменяли? Ну так всем женщинам скучно. Они потом меняют и страдают, что как бы... Всегда женщина устает от деятельности. Это природа женщины, она в деятельности всегда страдает. Потому что производственные отношения, это не женская природа. Женщине нужна гармония, близкие отношения, ласковые отношения. А производственные, деловые отношения, они истощают женщину. И женщина всегда устает от них. Но это не значит, что надо менять. То есть она поменяла, а потом все заново надо начинать. Особенно если человек лидер, руководитель. Это все с нуля надо начинать. И понятно, что будет тяжело. Может вам вернуться назад? А я на всю работу, я не бросила старую. Ну тогда может надо оставить старую? А еще летом меняем квартиру, которая прожила 17 лет. И планируем это отношение на них. И должны вы менять, а просто отношение на 6 лет. С мужем? Ну нет, муж не на умерах, а мужчина такой, а сам на умерах. С на умерах уже 8 лет не на умерах. Ну значит муж. Мужчина, это же не кактус. Он муж. То есть отношения всегда иссякают. Если в них не вкладывать, они тают, тают и все. Вы же ответственности не берете друг за друга, обязательств никаких не берете. В таких отношениях люди не могут быть счастливы. Нет веры друг в друга. Нет гарантий никаких. Это означает, что они тают, эти отношения. Если ты не вкладываешь веру, верность в человека, чистоту, то душу его не увидишь, не почувствуешь. Значит не будет любви глубокой. Влюбленность заканчивается у всех. Если вы его бросаете, то Бог вас за это наказывает. Дальше длительное одиночество. Бросать тоже не выход. Ну это не карма по семейной линии. Потому что у меня мама, бабушка, у меня, у меня дочери достаточно сложно отношения с мужчинами. Ну хорошо, пусть эта карма, это означает объем работы кармы. Допустим, нам всем приходится ходить в высокую гору, высоко в гору. Но все равно она когда-нибудь заканчивается, эта гора, даже пусть высокая. То есть если ты вкладываешь большую цену, платишь, значит у тебя будут хорошие отношения. Надо цену платить просто. У меня тоже у всех тяжелые отношения в семье. У меня тяжелая карма. Но я цену заплатил, и сейчас у меня хорошие отношения. Для нас это очень важно. Цена? Служить человеку, заботиться о нем, верить в него. Заставить его жениться, расписаться. Вот это цена. Или ему сказать, ты должен понять, что мы с тобой муж и жена. Если хочешь, давай будем развивать отношения и станем нормальной семьей. Или реши как-то по-другому, что ты хочешь. Сам решает, тогда вы его не бросили. Когда этого решения случится. Конечно, стараться, служить ему, заботиться, улыбаться. Как все женщины делают. И постепенно он становится любимым человеком. А думать, что-то мне скучно. Девочке стало с этим мужиком на этой работе. Давай-ка я все по квартиру апгрейд. Во всем. Новая жизнь. Нет, не способ жить. Ну, неизвестно, какая будет следующая. Может, вам не повезет и будет хуже. Что тогда? Вы не знаете, вы когда меняете, вы в пустоту идете. Вы не знаете соседей. Не знаете энергетику дома. Вы много чего не знаете. Вы не сможете это определить за пять секунд. Даже я не смогу. Подвохи неизбежны. Вам надо поменять жизнь. Без Бога жизнь невозможна. Когда человек не идет к Богу, у него жизнь проходит зря. И вот здесь вот сердце от этого болит. Оно чувствует что-то не то. А не то именно это. У вас не хватает вот этой жизненной силы в жизни. Вам не хватает отношений с Богом. Это природа, люди, Бог. Нет любви. Нет служения. Значит, человек иссякает, становится пустым. Высыхает он в жизни. И он думает, давай-ка я мужика одного на другую, квартиру, работу одну на другую. Хрен ледьки не слаще. Ничего не поменяется. Все будет то же самое. Судьба ваша остается прежней. Вы ее вот так не поменять. Не сможете вы так раз и другая судьба. Нет. Та же самая судьба, все то же самое. Вы это не понимаете. Я вижу. Я вижу, как вы меняете это, получаете это. Меняете это, получаете. Вот работу поменяли, что получили? Ничего не получили. То же самое будет и везде в остальных вопросах. А с мужем еще хуже. Вообще одна останетесь. Будет вообще пустота. Так хоть кто-то есть рядом. Пускай вы не смогли развить нормальные отношения. Но он близкий человек. Так вы не смогли просто их развить. Понимаете? Человек добрый. Порядочный. Верный. Просто вы сами не могли развить отношения. Он внимательный по отношению к вам всегда. Что вам еще надо? Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Тещу маму и называл. Пол спиртного ровно души. Без этим был не скучный. Все есть. Что еще надо? Бога не хватает в жизни. Вот что вам надо. Бога не хватает. Вы зря живете эту жизнь. Веды говорят, что человек, который не стремится к Богу, не чувствует себя душой, вечность не понял. Он не может быть счастлив в жизни. Он мается. Ему то, 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 сё. Надо менять всё постоянно. Он думает, что там будет счастье. Счастье только в глубине находится. На поверхности. И на доске совершать. Служить всем. Любить природу. Любить людей. Учиться. Любить Бога. И тогда будет счастье. Оно прорвется.